В Твери в преддверии Международного женского дня наградили жительниц Верхневолжья. Торжественная церемония с участием губернатора Тверской области Игоря Рудени прошла в здании регионального правительства в субботу 5 марта. Подробности у Никиты Васильева. В семье Светланы Гусевой из Конаковского района пятеро детей. Самой младшей в начальных классах, старшей дочке уже 27, у нее уже есть свои дети. Как признается женщина, многодетная мать для нее самое что ни на есть призвание. Да, иногда бывает нелегко, но все трудности семья преодолевает вместе и сообща. Дети, ну счастливы, конечно, когда особенно мама дома заботится, они это ощущают. Я сейчас вот пошла работать, спасибо, конечно, что старшая дочь может иногда помогать, и муж, в общем-то, мы все вместе. А так, конечно, когда мама дома, это благо для всех, это все ухоженные, в общем, у всех все на месте. В преддверии Международного женского дня Светлана была награждена знаком Тверской области слава матери. Награду многодетная мама получила из рук губернатора Игоря Рудени. Как отметил глава региона, 8 марта в нашей стране это символ весны и красоты. Как отметил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, для нас, граждан России, любовь к родине и к матери – это чувство одного порядка. Именно к матери, которая подарила нам жизнь. Эти чувства дают нам силы, вселяют надежду, вдохновляют на великие трудовые совершения и ратные подвиги. Медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени в этот день была награждена руководитель Кашинского отделения Тверского филиала страхового акционерного общества ВСК Ирина Ершова. Вот уже около 20 лет она помогает людям решать страховые вопросы, делая их жизнь спокойнее и проще. Как любая работа, мы должны понимать все нюансы. И когда мы умеем с вами рассказать о этой работе и какая выгода для этого для клиента, то вот это я считаю, это повышение грамотности финансового населения. И это немаловажно. Также в этот день почетными грамотами и благодарностями главы региона был отмечен труд представительниц промышленности, сельского хозяйства, ЖКХ, транспорта, военной и внутренней службы.